здравствуйте сегодня хотела с вами поговорить про тайм-кафе у нас открылось в городе и не только в городе и соседнем ну в общем как бы и в тольятти и в самаре мы были там и там открылась такой тайм-кафе это кафе где вы платите только за время проведенное там платите определенное время и находитесь там это такое помещение где подушки диванчики все удобно комфортно все для вас печенье там чай кофе бесплатно вот это чтобы просто проводить время чтобы было уютно там можно собраться с друзьями вот мы туда ходили мы были в самаре и в тольятти в самаре там конечно там площадь дорогие поэтому там по площади немножко меньше помещения в тольятти больше в тольятти вообще огромные вот ходили нам понравилось конечно но долго там не получится находиться но часто я имею ввиду потому что когда вы уже узнаете все эти настольные игры все игры которые такие на как это на xbox и там всякие когда вы уже наиграете там уже будет неинтересно и не захочется больше туда идти по крайней мере мы вот ходили там и и у нас и все и мы уже наигрались насмотрелись как-то ничего такого но по первой конечно очень интересно когда первый раз идете все выехали а то там перекресток когда первый раз идете конечно очень интересно детям очень интересно там разные акции у них бывают смотрите всегда потому что у нас вот в тольятти если только понедельника там фиксированный ну чек фиксированная цена если вы тут там придете вы можете находиться хоть целый день на заплате всего 230 рублей минута стоит на рубля последующие там в общем надо смотреть акции всегда много во вторника мороженое бесплатное по пятницам кусочек пиццы там бесплатно ну естественно мороженое немного бесплатно шарик один но все равно приятно там капучино делают бесплатно тоже классно можно поработать очень много народу туда приходят с ноутбуками там вай-фай бесплатно и можете работать в такой обстановке что-то новое что вам интересно встречается там многие молодежь там встречается отмечает день рождения туда можно приносить свои продукты там там есть холодильник микроволновка можете принести туда что хотите кушать с собой потому что там кроме чая там с печеньем кофе ничего нету свои продукты можете принести можете заказать туда например если вы отмечаете день рождения можете заказать там пиццу там заказать тортик чтобы там свое принести роллы там все что хотите вот очень интересно необычно конечно надоедает потому что мы как-то взяли фиксированный чек на целый день мы там просто уже наигрались насмотрели все что можно было переделали а вот иногда так время от времени конечно встречаться с друзьями ну интересно хотела вам сказать что когда вы захотите отмечать свой день рождения там кафе то для именинника там 5 часов бесплатно он может там находиться платить только его гости ну за время проведенное там я забыла сказать сейчас вспомню а 300 рублей 300 рублей да у нас сейчас у нас сейчас так хорошо солнышко ярко не светит немножко тучки жарко конечно но не печет вообще классная погода лето а то тут у нас целыми днями была жара жара вообще лето это супер еще бы на море не паслили на лето вот мы с вами находимся в том месте о котором мы говорили тут правда не очень хорошо лето есть и диванчики столики ну очень удобно там вот отдельная шеклонская нам принесли чай чизкейк здесь можно заказать роллы здесь есть вот такое вот растение Как бамбук Оно живое, растет, настоящее все Очень интересно Не знаю, видно будет, не видно Вот такая вот игра Которая называется виселица Что здесь у тебя? Здесь снимаем букву О, есть Не на глухого Плохо видно О, есть, тут появляется Сон А, все И, в общем, отгадываешь, если не отгадаешь, то будет виселица Вот так вот, издалека видно Издалека, вот Так, это животное? Нет, животное Сувствительное, да? Да Е Е Е, е, ура Я знаю Сомелье Нет, нет, нет Где макий знак? Сомелье Нет, макий знак, там тот был, тот справа А вы играете в такую игру? Очень интересно Особенно, когда ждешь знака Смотрите, у меня название города Может кто-то знает Это я проигрываю Только плохо видно Сейчас попробую Попробуем Плохо видно Е, ле, нора У меня, видите, человечек из-за нее проигрывает Город России И Как же тут сделать, да? Нет Килу в эфире, да? А вы подсказите Вот Вот, видно Вот, я прибавила Это, в общем, таких букв нет Там зелененьких есть, красненьких нет Это город В России Кто знает Ты проигрывай? Я знаю Ели, нора какая-то Че-то не знаю Я знаю В общем, если кто знает, пишите Ну-ка Подожди Все-таки не получается Невидно Ух-та Почему так? В общем, я отгадала город Ну, не могу вам показать Назов Ты скажи Зеленоград Город Зеленоград Ну, я не знаю Тут не видно Все, мы уезжаем Мы очень вкусно поели Очень весело поиграли В игру, которая называется Веселица Это играют два игрока Ну, может, конечно, не два Можно больше играть Один загадывает слово Другой его отгадывает Но у вас всего там Несколько попыток Десять, по-моему Ну, не знаю точно В общем, несколько попыток И когда ты не отгадываешь Что рисуется Веселица такая Снизу там стойка Палочка Вверху палочка В общем, человечек Если ты проигрываешь То все Человечек висит на виселице А если ты выигрываешь То все хорошо И человек остается живой Вот Если ты выигрываешь Тебе прибавляется Одно очко Победа Победа Ну, мы вот играли в игру Когда Когда ждали Когда ждали Наш заказ Вот Так что мы очень хорошо Провели время Мы всем так советуем Выбираться Когда-нибудь Из дома Потому что дома, понятно Можно покушать Но надо выходить И менять обстановку Тогда сразу улучшается Настройство Вот Знаете, у нас очень Широкие дороги По сравнению с тем Вот такие дороги В Самаре В Самаре Просто узкие Урочки Невозможно проехать А у нас Конечно, улучши дороги Желаю всем от письма дня Хочешь поворчать? Садись за руль Повода будет Море Хотела вам показать Смотрите Вот это вот По стене идет Это вот нас затопило Тут папа Тут Вон Все сверху Мокрое В туалете Там вообще Все капает Смотрите Сколько уже натекло Вообще ужас Даже не знаю Что делать Наверху соседей Никого нету Вообще никого нету Воду отключили А все равно Это все льется В туалете Там тоже много Что у нас Ведра вот стоят Там капает Вообще ужасно Вон прям капает Вот Вот у нас Что в трубе Сильная жара Открывали холодную воду Горячую воду На всякий случай Потому что на даче Уезжаете дня на 3 Там на 2 Да Бывает на неделю Да Ну хорошо Что здесь люди приехали Потому что на работу Надо было человеку идти А если бы не приехали Так вот этот поток Были лился и лился Вот Так что Мне кажется Лучше перекрыть воду Когда уезжаете Куда-то На долгое время Или Ну вот Потом еще хотела вам сказать Обязательно Надо вызвать Из ЖЭКа людей Чтобы они это все Зафиксировали Из ЖЭКа придут Скажут О это не наша вина Там посмотрят на трубы Да Это вот ваша вина Ну в общем В любом случае Даже если они так скажут Пусть они вам оставят документ Где зафиксирован сам факт Того Что у вас произошел поток Что вы кого-то заливаете Да Что там В общем Была затоплена квартира Обязательно Потому что Если вот Те кого вы затопили Да У них там Все отвалилось Вся плитка Все обои Там Ну не знаю У кого какой ремонт Да То они пойдут к вам наверх И скажут Вот пожалуйста Мы подсчитали наши Как бы потери И попросят вас Оплатить этот ремонт Да А вы скажете А как А где деньги взять Да А если еще это пенсионер Пенсионеры затопил Сейчас же такое тоже бывает А он не виноват Он откуда деньги возьмет Да Этот вот свич появился Но вдруг Это не его вина То обязательно Должен быть документ Если это ЖЭК То это ЖЭК Да Исправит вот это все Но скорее всего ЖЭК откажет Ну в общем Не важно Откажет или нет Но в любом случае Он напишет бумагу Даже если он Говорит Что это не Проблема ЖЭКа Что это вы сделали Он напишет документ Что это ваша вина Зафиксирует сам факт Того Что да Это происшествие было Что вы затопили там квартиру И тогда Бывает такое Что когда вы Ставите счетчики Приходит другая компания Не из ЖЭКа А другая Да Ну кто ищет Где подешевле Да И приходит Они же там Пользуются сваркой А когда они пользуются сваркой Они естественно Затрагивают Ту трубу Которая там Есть существующую Врезают там Другие свои трубочки И может протекать Их труб Их вот эти трубочки Их труба Поэтому Если вы придете В ту фирму Которая вам ставила И скажете Мы залили там В общем соседей снизу Давайте возмещайте Вот ущерб Они скажут А как Мы вам Давайте нам документ Что действительно Это все было Вы принесете ЖЭКа документ Что вот свидетели Что зафиксировали Тот факт Что это все было В общем документ Надо сделать обязательно В общем я желаю всем Хорошего настроения Чтобы вас никогда Не заливали Чтобы вы никогда Никого не заливали Чтобы у вас все Было дома хорошо Чтобы у вас Было тепло Чтобы у вас было Уютно Желаю вам И желаю вам Всем хорошего настроения И отличного дня Всем пока